Оливковая страда Драки возникают здесь чуть ли не ежедневно Но самое печальное, что враждующие друг с другом соседи зачастую вымещают свою злобу на деревьях Евреи вырубают подступающие к границам их поселения Оливы Арабы поджигают рощи, принадлежащие израильтянам По данным полиции, количество нарушений как с той, так и с другой стороны примерно одинаково Но правозащитники фиксируют только нападение на своих подопечных За последние 10 дней в Иудее и Самарии было зарегистрировано более 30 инцидентов Связанных с применением насилия против палестинских крестьян Мы надеемся, что армия и полиция сделают все возможное для того, чтобы исправить эту ситуацию И обеспечить мирный сбор урожая оливок в Иудее и Самарии Основная зона конфликтов – приграничная полоса, объявленная армией, закрытой военной зоной Сборщиков урожая в этот район пропускают только на несколько дней в году И зачастую владельцы деревьев оказываются у разбитого корыта Солдатам все равно, на каком участке работает та или иная группа палестинцев А в воровстве арабы, разумеется, обвиняют поселенцев Ведь с евреев можно попытаться хотя бы компенсацию получить На принадлежащие нам угодья мы можем попасть только один раз в году во время сбора урожая А кто будет ухаживать и следить за деревьями все остальное время? Урожай получается совсем не тот, а иногда его вообще воруют А все из-за того, что поселенцы построили свои дома в непосредственной близости от наших плантаций Поселенцы, в свою очередь, разрабатывают план ответного удара Лидеры правых требуют от правительства аннексировать территории Что, по их мнению, автоматически приведет к прекращению приграничных конфликтов Государство Израиль должно перестать колебаться Власти сегодня то наступают, то отступают Они строят поселения и отказываются аннексировать территории Иудея и Самария – это колыбель еврейского народа Шхем, Вифлеем, Хеврон, где родился царь Давид Никогда не принадлежали палестинцам Да и народу такого тогда не было Нужно честно сказать, палестинского государства не было и никогда не будет Эту проблему Израиль должен был решить еще 45 лет назад Но и сейчас еще не поздно И тогда не возникнет вопроса, кому принадлежит то или иное дерево Или тот или иной участок Здесь будут действовать законы государства Израиля Понятно, что шансов на то, что израильское правительство Примет закон о полной аннексии Иудеи и Самарии Не больше, чем на то, что Нитаньягу удовлетворит требования Махмуда Аббаса о ликвидации поселений И отступлении к границам 67-го года Но здесь, в горячей зоне Святой Земли Люди привыкли руководствоваться не реальностью А громкими, хотя и невыполнимыми лозунгами И это, конечно, их право Только вот деревья жалко Сергей Гранкин, Александр Шабатаев, Александр Фельберг, RTVI, Самария